Здравствуйте! В эфире телеканала Видное ТВ программа Страница 17. Я ее ведущая Юлия Стаферова. Наши выпуски посвящены библиотекам Ленинского городского округа. Как сказал Михаил Шолохов, любите книгу всей душой. Она не только ваш лучший друг, но и до конца верный спутник. Сегодня библиотека – это не только место хранения и выдачи книг, но также площадка для клубных объединений и проведения интересных мероприятий. В централизованной библиотечной системе округа все хорошо организовано для культурного досуга жителей. Это кружки, кружок по тестопластике, это лепка из соленого теста. Дети лепят по заданию преподавателя, они вместе лепят какие-то определенные фигурки. композиции, раскрашивают их. Еще у нас открывается на следующей неделе арт-студия. Там будет не только лепка, там будет рисование, коллажи и разные другие техники. Дизайнер будет вести Титова Анна. Что у нас еще есть? У нас еще началась робототехника. Такой кружок, где дети собирают из лего разные конструкции. И чем дальше, тем они будут сложнее собирать конструкции. И даже они будут двигаться. Поэтому и называется робототехника. Там уже что-то с программированием, с каким-то вот таким элементами. Шахматы. Древняя интересная игра, которая показывает интеллектуальное преимущество одного соперника, но другим. В филиале библиотеки по адресу Бульвар Зеленой аллеи, дом 7, дети могут познавать все тонкости этой игры в клубе «Мы играем шахматы». Мне очень нравится здесь заниматься. У нас очень хороший преподаватель. Я хорошо играю в шахматы. У меня есть некоторые успехи и желаю всем таких же успехов в будущем по шахматам. Я занимаюсь шахматами с трех лет с папой. Несмотря на сложность шахмат, начать играть в них может каждый. Тем более, если обучает опытный наставник. Юрий Козлов занимается шахматами около 20 лет и имеет первый разряд. Кроме того, он старается найти индивидуальный подход к каждому ученику. Планы у меня большие. Детей хочу вырастить шахматистами, чтобы они разбирались в шахматах, в теории, в практике, в истории шахмат. Турниры будут, естественно. Начинается все с истории шахмат. Обязательно. Потом начинается теоретическая часть, практическая часть. Входит туда много чего. И дебюты, и гамбиты, и названия. Много открытых начал, закрытых, полуоткрытых. Это целая книга, огромная. Одной книги даже мало. Большая очень энциклопедия в шахматах. Так что заниматься очень много придется. Если люди, дети, хороших результатов хотят добиться, то от детей много зависит. Ну и от меня тоже. Если ребята будут стараться и стремиться к победам, то они обязательно добьются успехов. В библиотеке номер два состоялась встреча с краеведами Алексеем Плотниковым и Алексеем Зименковым, а также с поэтом Натальей Власовой. Тема собрания – любовь к родине, которая проявляется в творчестве. На нашу встречу мы сегодня пригласили очень интересных мэтров и людей, которые занимаются именно краеведенным в нашем Ленинском городском округе. Это Алексей Палча Зименкова, председателя общества краеведов Ленинского городского округа, и Алексея Васильевича Плотникова, который является заместителем председателя общества краеведов нашего округа, является членом редакционной коллегии очень многих изданий по краеведению нашего края. И у нас сегодня в гостях писательница Наталья Власова. Наталья Юрьевна прочитала школьникам стихи патриотического содержания. Три женских тени в комнате пустой. Я, мама и ее подруга Роза. В буржуйке догорает Лев Толстой, Спасая нас от лютого мороза. Ни папы, ни соседей больше нет. Чужое страшно сделалась квартира. Горит, как уголек, в окне рассвет. Горит четвертый том «Войны и мира». Его я не успела дочитать. И больше, чем от голода, страдаю от мысли, Что придется умирать. И никогда я так и не узнаю, Что будет с персонажами потом. Простит ли князь Андрей свою Наташу. Горит в огне войны четвертый том. Из горькой пшенки мама варит кашу. Нет больше сил, но сотый раз подряд Я про себя, как клятву, повторяю, Что не имею права умирать, Пока войну и мир не дочитаю. А также рассказала, что ее вдохновляет Для того, чтобы написать стихотворение. Такое настроение, которое способствует Написанию стиху, оно появляется иногда внезапно. А чаще, конечно, под влиянием Каких-то особых впечатлений, Каких-то событий. Мероприятие прошло в рамках проекта «Видный литературный город». Такое звание городу присвоил Союз писателей России За вклад в отечественную культуру И сохранение единого духовного пространства страны. Наши писатели не раз становились Победителями областных И всероссийских литературных конкурсов За свои многочисленные издания и заслуги. С моим участием написано Уже Зименков говорил об этом Более 50 книг, 30 альбомов выпущено И 20 барашов. Сейчас занимаюсь подготовкой альбома Об оркестре русских инструментов Города Видное Должны выпустить и подготовить, закончить в этом году. И еще одна книга Это у нас был известный архитектор Ефимович, который строил и проектировал Старое Видное. И вот как раз о нем закончил я сбор материала Даже заканчиваю писать. И в этом году Хотелось бы надеяться на то, что удастся выпустить книгу Об этом великолепном архитекторе. Встречи с такими людьми всегда интересны Как взрослым, так и подрастающему поколению. Раньше в библиотеку приходили для того, чтобы подготовиться к экзаменам Прочитать свежую прессу или книгу Сейчас здесь можно провести досуг Пройти различные курсы Посетить мастер-классы и многое другое Современная библиотека больше, чем просто книгохранилище На этом наш выпуск заканчивается С вами была Юлия Стаферова Увидимся в следующей программе «Страница 17» До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok